С ранних лет глухонемая от рождения Татьяна мечтала стать моделью. С восьми лет активно занималась собой, училась в школе моделей, работала перед камерой. Девушка окончила училище по профессии повар-кондитер и, несмотря на сложности в общении, верила в свой успех. В 2014 году она одержала победу в конкурсе «Миссис Приморье», после чего отправила заявку на участие во всероссийском конкурсе и приехала покорять Ростов. Я готовила свои наряды мысленно сначала. Я хотела, чтобы они были необычными. Познакомившись с талантливым московским дизайнером, мы сразу приняли за дело. Долго работали над эскизами, в итоге получились очень красивые платья. Вечернее и национальное. В качестве национального блюда я представила салат из морской капусты с крабовым мясом, украшенный креветками. Вот такой дальневосточный привет. Над творческим номером я тоже долго думала. Нашла в интернете ролик и вместе с хореографом за три дня мы его переработали. Получилось здорово. Называется танец «Немая птица». Уже на третий конкурсный день Татьяна получила первую ленту «Национальный костюм». Ее мечта, которая на так долго шла, наконец сбылась. Получив главный титул, сразу же позвонила родным, которые все это время поддерживали ее добрыми словами. Не только они. Организаторы конкурса и другие участницы с восхищением отнеслись к девушке. Татьяна, когда приехала в Ростов, мы сразу же начали общаться. Она думала, как это будет с переводчиком, кого-то искать надо. Но мы практически все эти четыре дня, включая конкурс, обошлись без переводчика. Вот всю информацию я ей доводила, и может быть даже больше, чем остальным участницам. То есть в каждый момент, потому что она принципиально не слышит, и кроме того, что она может прочитать, и ее мир внутренний, он ограничен, ну по большому счету. То есть можете представить, как это, или это даже трудно представить. Поэтому творческий номер, который она здесь готовила за три дня буквально, ей предлагал хореограф сделать его чуть попроще, ну вот какие-то моменты. Но она сказала, нет, я хочу именно так. И когда он все-таки делал попытки упростить, она немножечко так вот мягко сердилась и говорила, я хочу вот так вот. И что поразительно, это получилось. То есть она, откуда-то взялась эта пластика. То есть в первые дни как-то немножко было все. Но момент, когда я ей пыталась объяснять, запусти воздух, поплавай, полетай. Потому что одно дело, когда ты просто выполняешь движение, а другое дело, когда ты заряжаешься эмоционально. Глухонимы, они очень эмоциональны, но если правильно, так сказать, впустить вот эту вот энергетику взаимопонимания и любви. Вот у Тани это получилось, и в принципе все конкурсантки просто в восторге от ее вот этой силы воли, силы духа. И первый вопрос, который девочки задали на вечере знакомства, они спросили, чувствует ли она себя, скажем так, ущербной. Вот. Она сказала, нет. Я чувствую себя очень хорошо, и я стремлюсь. И на вопрос, ты хочешь победить или просто поучаствовать, она говорит, я, конечно же, хочу победить. Я хочу показать всем, что нет преград. Человек может все, я чувствую, что быть моделью – это мое. А еще я пою жестами в группе «Парадокс». Я счастлива, у меня столько энергии, которую я хочу проявить. Теперь Татьяна гордо носит заслуженное звание «Миссис Россия Интернешнл» Дальневосточный федеральный округ. В 2015-м она, как и участница из Ростова, представит Россию на международном уровне. Ей придется бороться сотней конкуренток. В программе выходы в спортивном наряде, вечернем платье и платье от дизайнера. Татьяна уже готовится, учит английский язык, при этом успевает выступать вместе со своим вокальным коллективом и сниматься в кино.